Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп. Ну а путешествовать сегодня по самым ярким событиям культурной жизни нашего города будем, как обычно, мы, ведущие программы Марина Комиссарова и Ирина Ковалева. Так случилось, что спортивные события довольно редко становятся объектом нашего внимания. А в Академию права управления ФСИН мы вообще ни разу не ездили. Вот мы решили исправиться. Так что смотрите следующий сюжет. На один день ряды курсантов Академии ФСИН России пополнились совсем молодыми кадрами. Ребята из подшефтных вузу детских образовательных учреждений, в том числе и домов-интернатов, были приглашены на спортивно-художественный праздник, посвященный годовщине Великой Победы и предстоящему Дню защиты детей. Шесть команд, состоящих из мальчишек и девчонок возрастом от 8 до 12 лет, соревновались за звание лучших. Эстафеты, вышибалы, перетягивание каната. Ребятам пришлось продемонстрировать ловкость, силу, выносливость и, конечно же, сплоченность. Цель сплочения коллектива, привитие чувства гордости, уважения, патриотизма, для того, чтобы ребята чувствовали, что они где-то не брошены, не являются второсортными, никому не нужными. А для того, чтобы они знали, что существуют на территории гарнизона подобные учебные заведения силовой направленности, ну и мы преследуем, может быть, несколько такую цель, внутреннюю нашу, для того, чтобы впоследствии пополнить свои ряды. Кстати, были среди команд и кадетские классы, которым уже с малых лет знаком строевой шаг и устройство автоматов. У нас есть два кадетских класса, которые мы всегда приглашаем, и они у нас на территории постоянные гости, желанные, и мы осуществляем с ними также профориентационную работу. Во-первых, это очень правильно и патриотично воспитывается уважение к своей родине. Юные кадеты продемонстрировали уровень своей подготовки не только в ходе соревнований. Несколько показательных номеров, подготовленных специально для праздника, вызвали бурю аплодисментов и улыбки на лицах курсантов и командования. Помимо показательных выступлений, участников развлекали творческие коллективы Академии и приглашенных на праздник образовательных учреждений. Ну а после завершения состязаний ребят ждала походная полевая кухня и выставка военной техники. А тем временем в художественном салоне на Старом Перекрестке открылась новая выставка под названием «Марсианские хроники». В космический мир, изображенный сразу двумя авторами, мы предлагаем вам погрузиться вместе с нами. Такая необыкновенная, почти космическая выставка в салоне на Старом Перекрестке открылась впервые. Творческий союз двух мастеров – рязанки Ирины Маргуновой и москвички Евгении Черновой – породил интересную идею. «Марсианские хроники» погружают посетителей в особый, загадочный мир. Это стекло вообще необычный материал, который вызывает достаточно широкий ассоциативный ряд. И каждый может что-то свое представить в этом материале. И поэтому что-то хотелось такое необычное. Плюс у нас это еще подкреплено графикой Жениной, очень современной, очень красивой. И как-то все это вместе у нас вызвало такие ассоциации инопланетные. Использование стекла для создания произведений декоративно-прикладного искусства – очень давний промысел. Стекло, видимо, первый искусственный материал, примитивная технология которого появилась еще в 3-4 тысячелетии до нашей эры. Со времен древнейших цивилизаций стекла делали самые разные художественные изделия. Художественное стекло в настоящее время изготавливают с помощью разнообразных техник и материалов. Как и в других сферах искусства, в таком производстве существуют определенные стилевые тенденции – мода. Как я к нему пришла, скорее это была любовь. Я увидела витражи, и все. И началась с ним работа, скорее это был импульс какой-то. Пришлось очень много работать, трудиться, пробовать, ошибаться. И какие-то удачи, и вообще первые выставки – это все очень вдохновляло. Творческий стиль автора виден сразу. Витражи и интерьерные предметы Евгении или рельефные картины Ирины – у каждого художника свое видение. Стекло – очень интересный материал, непростой, но пластичный. Он очень живописный. Из него можно делать как скульптуры объекты, так и интерьерные какие-то вещи. Марсианские хроники дополнены современной атмосферной графикой Евгения Черновой, выполненной в цвет красной планеты. Выставка продлится около месяца. Мишка Тедди – это не просто бренд, не просто игрушка. Это игрушка с богатой историей. Узнать эту историю и познакомиться с представителями семейства «Медвежат Тедди» ручной работы можно в Музее истории молодежного движения. Пожалуй, настолько необычной атмосферной экспозиции выставочный зал Музея молодежного движения еще не видел. Здесь уютно разместились старинные швейные машинки, винтажные вещицы и, конечно же, главные герои проекта «Помешательство» – игрушки, созданные рязанским мастером Снежаной Корниной. По словам Снежанны, рукоделием она занимается с самого детства, а вот мишками Тедди увлеклась сравнительно недавно, около четырех лет назад. До этого же она собирала информацию о знаменитых игрушках, рассматривала их фотографии и только потом решила попробовать себя в этом виде творчества. Результат перед нами. Конечно же, история о знаменитых мишках, о том, что у них очень интересные судьбы, меня и вдохновляли на эти работы. То есть я пробовала делать классические варианты, и некоторые варианты у меня здесь есть, в которых можно прочитать мой почерк. Но кроме мишек я делаю еще другие игрушки, которые здесь можно увидеть. Мишка Тедди, пожалуй, единственная игрушка с настолько богатой историей, истоки которой уходят к началу 20 века. Существует две легенды рождения знаменитого медвежонка. По американской версии, его впервые сшила жена одного из владельцев магазина игрушек по имени Роуз Мичтом в Америке. А случилось это после того, как президент Теодор Рузвельт пощадил на охоте загнанного ловчими медвежонком. Спустя несколько дней в одной из газет появилась карикатура, изображающая всех участников этого события. Медвежонок, нарисованный на ней, был настолько мил, что Роуз Мичтом шила по его подобию игрушку, которую выставил на витрине рядом с газетным рисунком. Ей сразу дали имя медвежонок Тедди. Говорят, что позже, когда игрушка уже хорошо продавалась, Теодор Рузвельт официально согласился дать ей свое имя. Более того, медвежонок Тедди стал талисманом и помог победить Рузвельту на выборах во второй раз. Но существует и еще одна легенда, согласно которой родиной знаменитого Мишки является Германия. Была одна мастерица, которая тоже занималась игрушками, и очень много шили разных игрушек, в том числе и мишек. Но раньше мишек шили не в этой технике, они были просто на четырех лапах, они могли двигаться на какой-то площадке, либо просто. И ее брат подсказал ей идею как раз с этим Мишкой, чтобы у него двигались конечности. И в итоге идея очень понравилась, они шили пробный экземпляр. И на одной из выставок у них купили практически всю партию этих медведей и увезли в Америку. И вот с тех пор началось такое активное продвижение мишек по всему миру. Со временем Мишка Тедди стал культовым явлением в мировой игрушечной индустрии. Он является предметом коллекционирования, счастливым талисманом и просто любимцем миллионов, в том числе и очень знаменитых личностей. Ему посвящают песни, его изображают на открытках. На выставке в Музее истории молодежного движения вы узнаете множество интересных фактов об этих игрушках и даже познакомитесь со знаменитым Мишкой Андрея Тарковского. Это единственный знаменитый Мишка, которого нам удалось найти в нашей Рязанской области. Я очень рада, что нам его согласились отдать на время проведения выставки. Однако и все другие экспонаты, не принадлежащие знаменитостям, представляют не меньший интерес. Ведь каждая созданная снежанная игрушка уникальна и индивидуальна. Каждую отличает масса особенностей, но все-таки кое-что их объединяет. Так у Мишек Тедди подвижны абсолютно все части тела. Да, у них двигаются конечности, двигаются ручки, головки, ножка. У классических Мишек можно наблюдать вот такой маленький горбик. И эти Мишки набиты древесной стружкой, опилками. Ну, я конкретно пользуюсь древесной кленовой стружкой. Благодаря чему, если брать его в руки, он такой повес, немножко тяжеленький, очень приятно сидит в руках. Используются только натуральные материалы. Это либо немецкий махер. Кстати, этот махер производят только в Германии. И из него шьется в основном классическая выкройка, то есть классические Мишки Тедди. Но также в работе можно использовать и плюш. Здесь вот как раз старенький плюш. Я даже не знаю, какого это года. Он окрашен вручную и получаются вот такие вот очень интересные винтажные экземпляры. Винтажность – вот, пожалуй, одна из особенностей игрушек, созданных Снежанной. В своих путешествиях она часто заглядывает в антикварные салоны и на блошиные рынки, где находят старинные вещицы, которые впоследствии дополняют образ игрушек. Например, вот этого Мишку украшает пуговичка времен Крымской войны. А куколке в лапках этой зайки уже более ста лет. Эту куклу мы покупали в Париже. Точно дата, конечно, заготовления уже неизвеста, но ориентировочные даты – 1860-1880 года, как нам сказали. Там же в антикварных лавках и на блошиных рынках находится и старинная кукольная одежда, которая невероятно подходит некоторым из этого большого игрушечного семейства. Хотя чаще Снежана сама шьет для них одежду, а образ каждой игрушки складывается независимо от мастера. Они когда рождаются, рождением считается, когда Мишке пришиваются глаза, у них появляется какой-то образ, какой-то характер, и, в общем-то, уже тут я мало ими руковожу, это они, можно сказать, руководят мной. Кто-то рождается брутальным и немного игривым, как этот милый медведь, стоящий на полке в окружении дам. А кому-то от рождения даются глаза разного цвета. Когда я шила его, я не думала, что у меня будут разные глаза, но когда я начала примерять, я так и не поняла, какой же мне глаз нравится, рыжий или голубой, и решила оставить так, как есть. Один голубой, другой рыжий. Но на счастье, я думаю, как вот говорят, встреча человека с разными глазами, можно загадывать желание. Вот вы его увидели, можете загадать желание. Желание может загадать любой, кто решит заглянуть на эту выставку и узнать побольше о Тедди Культуре. Кстати, помешательство – это не просто выставка, а целый проект, о продолжении которого мы обязательно расскажем в будущих выпусках. Увлечение историей, театром, моделированием и рукоделием – все это можно совместить в рамках одного хобби. На сегодняшний день клубы исторических реконструкций набирают все большую популярность в нашей стране. С представителями одного из таких клубов встретилась наша съемочная группа. Клуб реконструкторов «Старая Рязань» насчитывает уже более чем десятилетнюю историю. Взрослые дети, которые год приходят сюда, зачем? У людей есть разные хобби, странные порой бывают. Поэтому интерес к истории, наверное, один из самых благоприятных в этом направлении. Знать свои корни – это всегда было интересно. И, наверное, изучая своих предков, люди потихоньку уходили все дальше, дальше, дальше и хотели попробовать, а как оно было. И многие вот так на практике увлекаются, потом детей своих увлекаются. Сейчас уже как раз мы пришли к тому моменту, когда многие реконструкторы обзаводятся своими детьми, уже некоторые обзавелись, и некоторые уже третье поколение. Такое увлечение не из легких и не из дешевых. Абсолютная точность воспроизведения костюмов, быта, вооружения – для этого нужно прочитать не один исторический источник. Поэтому познания в истории у членов клуба весьма глубокие. Воин подразумевает в себе костюм-доспех. Это не только одежда, скажем так, это, помимо всего прочего, та же самая одежда и плюс еще железо. Это кольчуга, либо панцирные доспехи, шлем, щит, наручи, боножи. То есть тут уже смотря, насколько человек готов далеко зайти в своем изучении. Если он просто хочет выступить на каком-то мероприятии, как крупный фестиваль, куда обязательно их всех приглашают, то, конечно, он постарается сделать себе доспех полный, красивый, еще и защищенный, чтобы во время битвы случайно ему не задели таким же серьезным оружием и не было больших серьезных столкновений и травм. Каждый участник выбирает интересный ему временной период, эпоху и определенную культуру – славянскую, скандинавскую, кавказскую. И в направлении выбранной точки начинается работа. Цель поединков была именно вывести друг друга из строя как можно быстрее. Там не было красивых размахиваний. Опять же, спасибо Голливуду и прочему в этом плане. Да и оружие, в принципе, не приспособлено ранее для таких филировок. У них, как правило, очень короткая, узкая рукоять. Да и сами они не легенькие, не изящные. Клубы реконструкторов собираются на фестивали, соревнования, битвы, чтобы на других посмотреть и себя показать. Но суть не в этом. Важен сам процесс, который затягивает бесповоротно. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова